10 марта в Московском городском суде рассматривалось две апелляции по делам с квартирами, отобранными у их собственников после получения микрозаймов. В первом случае рассматривалась жалоба против Романа Гусельникова из МСК Групп. Во втором случае фигурировала Ольга Амелина, ООО «Энергия», у которой пытается отсудить квартиру Роман Позняков, сын Ирины Позняковой, сюжеты которой мы сняли недавно. Обе апелляции были оставлены без удовлетворения. На сегодняшний день в частности в Московском городском суде рассматривается не одно дело в отношении лиц, совершивших мошеннические действия, в отношении граждан, как правило, это пенсионного возраста, под видом передачи денег под займ. Они внушали всяческие лица, заключая с ними дополнительные соглашения об отступном, либо дарении и так далее. И вся эта схема достаточно очевидна, где люди за какие-то небольшие средства лишали своего жилища. В отношении Гусельникова достаточно большое количество дел, рассматриваемых районными судами города Москвы, где уже им признавались сделки недействительные. Это целая цепочка. Вот в одной из цепочек как раз фигурирует господин Гусельников. Квартиры достаточно большое количество, по моим подсчетам, это десятки, а возможно даже и сотни квартир. Деятельность они ведут, тоже по моим подсчетам, это, как правило, основной у них пик приходилось на 12, 13, 14, 15 года. То есть в этот период большинство всех сделок были мошенниками заключены именно в данный период времени. Считаю, что суд, как первая инстанция, так и Мосгорсуд не учитывает порядок рассмотрения дел, серьезность дел, насколько опасна группировка фирмы «Энергия», сколько пострадавших от этой фирмы. Позже случаем передаю привет этой фирме «Энергия», а именно Лунькову, Екатерине. Дальше будем продолжать так же работать с правоохранительными органами, которые еще не коррумпированы. На всю волю Божию.